Сначала никто из жителей шоссе энтузиастов слова патриарха Кирилла всерьез не воспринимал. Мало ли что можно сказать в религиозном экстазе, пока предложением Святейшего не заинтересовались московские власти. Во-первых, Владимирский тракт проходил не именно здесь, а не вдалеке, правда. Во-вторых, Владимирский тракт, вот название Владимирского тракта, я считаю, что связано с человеческими мучениями, с ужасом. Тех людей, заключенных, которых когда-то гнали по этой дороге. Их родственников, которые прощались с ними. Здесь много часовен поставленных в эту честь, специально для того, чтобы люди, просившись, смогли помолиться за своих несчастных, так сказать, сородичей. Возражать вот это название, связанное с мучениями, человеческой болью, я считаю вообще как-то совершенно неинтересным. Вопрос о переименовании шоссе энтузиастов во Владимирский проспект рассматривался московским правительством еще в середине марта. Тогда к единому мнению не пришли. Вопрос так и остался открытым. Местные жители с ужасов думают. А что, если все-таки переименуют? Ведь тогда придется менять все документы. Паспорт, бумаги на недвижимость и все, что с ними связано. Во-первых, с одной стороны, вы разрушаете то, что было создано и то, что воспринимается большинством жителей Российской Федерации, жителей Москвы. Во-вторых, нельзя забывать о том, что любое переименование требует огромного количества затрат и издержек, связанных с потребностью жителей менять документы. В сегодняшний день и шоссе энтузиастов сложившееся на именование. И не хотелось бы, чтобы мы на пустом месте создали проблему. Сегодня, если москвичи дадут согласие на переименование шоссе энтузиастов, в следующем будет Ленинский проспект, Комсомольский проспект. Хотелось бы предостеречь представителей православной церкви от подобной конъюнктурной деятельности. Шоссе энтузиастов выходит за пределы МКАДа. Менять документы придется не только москвичам, но и в Балашихе. Во сколько такие переименования обойдутся налогоплательщикам, еще не подсчитано. Но уже сейчас понятно, что в копеечку. И все это якобы ради восстановления исторической справедливости. Были гнилые пруды рядом с Мясницким рядом, куда сбрасывали ошметки от непроданного мяса. И поэтому Амбре стояло такое, что пруды прозвали гнилые. Когда рядом территорию выкупил князь Меньшиков, он почистил эти пруды, и пруды стали называться чистые. Можно ли говорить о том, чтобы вернуть исконное название чистым прудам и переименовать их опять в гнилые? Думаю, что вряд ли. Вряд ли стоит возвращать исконное древнее название село Кучково городу Москве. Все вот эти вот отсылки к тому, что мы возвращаем прошлое ради прошлого, они не выдерживают простой аргументации. Как показывает практика, переимена названия улучшения не наступает. Чего стоит только переименование милиции в полицию. Сколько государственных денег было потрачено, а в итоге качественных изменений так и не произошло. Кроме того, такое бездумное переиначивание всего и вся может привести к трагическим последствиям. Вот на Украине допереименовались, доснимали памятник Ленина, доразрушались, получили гражданскую войну и тысячи жертв мирных граждан. Там идет убийство, насилие, там идет, так сказать, расстрел мирных граждан, и люди не знают, куда деваться. У нас миллионы беженцев оттуда и по всей стране, и конца края не видно. И так в любой республике бывшего Советского Союза, как только кто-то занимается сносом памятника и переименованиями, жди гражданской войны. Если все же московские власти решатся на переименование шоссе энтузиастов во Владимирский проспект, местные жители предлагают встречный проект. Заодно переименовать район текстильщики в Сукино-Болото. Вот, например, есть у нас замечательное место в текстильщиках в районе, которое раньше называлось Сукино-Болото. И принадлежало это Сукино-Болото купцу Сукину. Почему бы не переименовать тогда эту местность в Сукино-Болото? Весьма неприглядное название, но оно историческое. Понимаете, таких глупостей можно наделать много, потом придут другие времена, и будем опять переименовывать. Зачем повторять ошибку за ошибкой? Хочется верить, что до этого не дойдет. А предложение патриарха Кирилла так и останется предложением. Исключительно на его святейшей совести.